Вот и третий звонок. В зале гаснет свет. На сцене молодежного театра начинается очередная постановка. Главная ее особенность в том, что все участники спектакля не профессиональные актеры. Знаете, мне приснился сон, что я играю в театре. Вот, и я начала искать возможные варианты. Я узнала, что у нас в городе есть тренинги Софи Гущиной. Вот, я была два раза на ее тренингах, и вот сейчас это мой третий раз, это лаборатория. Я на сцене выступала 12 лет, но как певица. Поэтому для меня сцена – это уже как дом родной, я как рыбка в аквариуме. Вот, и я с этим завязала около двух лет назад, и вот сейчас я как глоток свежего воздуха. Я вышла на сцену, увидела зрителей, это невероятные эмоции. Участие принимают люди самых разных профессий. Например, Ксения работает фитнес-тренером, но в душе всегда хотела стать актрисой. Фитнес-инструктор, да, и немножко рекламой как бы занималась в социальных сетях. Знаете, здесь, конечно, я поняла, что актеры, они свой хлеб не зря едят. Это те люди, которые отдают театру всю свою душу, и я просто снимаю, честно говоря, перед ними шляпу. Я прикоснулась к этому. Я просто, ну, я в восторге, я вам честно скажу. У меня даже душа просто поет. Потому что творчество, оно, каждую клеточку моего тела заряжает вот этой энергией жизни. У нас в городе, конечно, все есть для ребятишек и для подростков. А вот взрослым людям как-то попробовать себя немножечко совершенно в другом формате, актерском, вот этого в городе у нас не существовало, и поэтому пришла такая идея. На протяжении пяти лет результаты тренингов оставались за кулисами, но в этом году все изменилось. Новый формат проходит здесь в третий раз. В течение курса участники работали над своей постановкой с профессионалами сценического мастерства. Тут даже ребята, которые были на прошлом курсе, они так раскрылись. Я была просто в шоке. Ну вот, это такое прям для меня шок было. Вот прям выше моих ожиданий. Максимально высоко все оценила. Не знаю, прям захватывает дух, честно говоря. Не ожидала от многих ребят, что они так шикарно выступят. Это вдохновляет еще больше, когда... Да, да, это очень замотивировало. Я увидела спектакль, это меня поразило, прям до глубины души. И хочется, хочется самой прям... Вот мне хотелось, правда, выйти на сцену и самой что-нибудь сыграть, там выступить. Мы преследовали цель найти в текстах Чехова тот материал, который близок ребятам. Чехов, конечно же, занимался человековедением. Поэтому сейчас, особенно в наше время, все о человеке, о душе, о любви, о верности, о предательстве. Глеб Кайгородцев, Олеся Сергеевич, телекомпания АТВ.